Друзья, всем большой привет! Довольно часто мне в личные сообщения пишут подписчики с разного рода вопросами. На прошлой неделе меня спросили, зачем немцы носили порванные тряпки на касках. Я поначалу даже не понял вопроса, пока мне не прислали фото той самой тряпки, которая на самом деле является немецкой камуфляжной маской. Один из первых образцов такого камуфляжа был протестирован еще до войны, в 1936 году. В оригинале маска называлась «лицевым камуфляжем». Это название несколько раз меняли, пока в конце концов оно не получило обозначение «камуфляжная лицевая маска», которое ввели в 1942 году. Правда, в патенте все равно оставили первоначальный вариант названия. В июне 1938 года Министерство патентов Рейха решило поставлять маски в тех же цветах, что и чехол на каску и немецкая плащ-палатка. Правда, в войсках маска не получила восторженных отзывов. В январе 1939 года бригада фюрер СС Хаусер предоставил отчет, в котором сообщал, что маска непрактична. Тесты маски в полку СС Дотчланд показали, что маска непригодна и от ее производства следует отказаться. В итоге, взвесив все «за» и «против», производство маски остановили. Тем не менее, окончательно от идеи не спешили отказываться. Масками оснастили дивизию «Мертвая голова» для последующей оценки. На протяжении всего 1940 года производились тесты, которые должны были решить судьбу маски. Хотя она и скрывала наиболее открытую и уязвимую часть тела, ее положительные стороны были заметны только если солдат находился в неподвижности. Маска сильно ограничивала обзор, особенно во время движения, становясь скорее обузой. Поэтому солдаты переносили маску на заднюю сторону каски, когда не использовали ее в бою. При беге или быстрых движениях маска очень легко спадала, либо сползала вниз, что было неприемлемо в критических ситуациях. Чтобы не столкнуться с такой проблемой во время боя, солдаты либо просто снимали маски, либо носили ее на шее. Правда, такой трюк можно было провернуть далеко не всегда, поскольку лишь некоторые из них поставлялись с эластичным ремешком. Войсковые тесты лицевых масок не приводили к положительным результатам, поэтому маску никогда не перевыпускали. В 1942 году было принято решение поставлять войска маски со складов. В официальных сводках для этого события фигурировал термин «повторное введение камуфляжных масок». В итоге маски отправили только войска СС. Согласно плану, масками должны были экипировать до 30% личного состава. Резервные силы должны были получать всего по две маски для тренировок. Умудренные опытом немцы понимали, что маска лучше всего подходит для тех, кто ведет бой с одной позиции, а именно для снайперов, пулеметчиков и так далее. В целом маски продолжали использовать и в 1944 году, хотя это было дело вкуса. Для производства использовали как хлопок, так и вискозу. Всего было три расцветки, но чаще всего использовался стандартный камуфляж СС.